Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 16 июня, понедельник, и я поздравляю всех с первым рабочим днём на этой неделе. Уверена, что он вам принесёт много новых идей, которые вы сумеете осуществить на этой неделе. И, кстати, сегодня есть что отпраздновать у всех мотоциклистов, потому что именно у них сегодня Всемирный день. Сегодня они все должны объединиться и прочувствовать эту непередаваемую атмосферу единства. А нашу сегодняшнюю программу откроет сюжет как раз-таки на эту тему. Всемирный день мотоциклиста поклонники этого стремительного вида транспорта каждый год отмечают в 3 понедельник июня. Необычный праздник появился в 1992 году и получил символичное название «На работу на мотоцикле». Уже через несколько лет вызывавшая резонанс акция приобрела мировые масштабы и превратилась в международный праздник. До 2000 года акции устраивались совершенно неформально. Для этого было достаточно обозначить дату на специальном сайте и договориться там же с единомышленниками. Позже появилась некоммерческая организация Right to Walk, которая оказывает юридическую и техническую поддержку мотоциклистам в США и Европе. Представительство этой организации есть и в Казахстане. Сегодня байкеры всего мира отмечают свой праздник. Интересно, что до 2008 года датой дня считалась 3 среда июля. Но с 2008 года день мотоциклиста был перенесен на 3 понедельник июня. Изменение даты было сделано для того, чтобы выбрать климатические условия, наиболее благоприятные для мотоциклистов всего мира. Благоприятные климатические условия, в свою очередь, позволяют принять участие в акции наибольшему числу мотоциклистов. В качестве основной цели акции ее организаторы называют необходимость заявить о правах мотоциклистов, не ущемляя прав других участников дорожного движения. Это у байкеров вполне успешно получается. В их пользу говорит, например, то, что мотоциклы уменьшают риск возникновения пробок на дорогах, не требуют много места для парковки и потребляют мало топлива. А это положительно сказывается на состоянии окружающей среды. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рубрике «Наши детки» мы сегодня обсудим питание гормящей матери. Уверена, для многих молодых мам проблема питания стоит на первом месте, потому что вроде и хочется чего-то интересного, но не все можно, потому что сразу же это сказывается на наших дорогих, но пока еще маленьких детках. Итак, чтобы быть в вопросах питания более просвещенной, посмотрите наш следующий сюжет. Лучшая пища для младенца – это молоко матери. С ним ребенок получает все необходимые витамины, повышает свои защитные силы. Чтобы у вас молока было достаточно, необходимо правильно питаться и полноценно отдыхать. Ну, кармопитание должно быть рациональное, сбалансированное питание. Для этого, вот, обычно в женской консультации ведутся беседы, и маму, с мамой знакомят с пирамидой питания. Сколько должно быть получать белка, жира, углеводов. На основе вот этого его суточного рациона, который мама получает, мы делаем коррекцию. Где-то овощей больше кушать, где-то больше идет мясо, где-то соков, фруктов надо есть больше. Пожалуй, самая легкая и самая летняя одежда, которая не стеснит ваших движений – это шорты. Они бывают разные, вплоть до того, что некоторые модели из них можно носить даже в офис. Рубрика «Будьте красивы» расскажет вам о самых разных, самых удобных и самых летних шортах. К счастью, модниц прошли времена, когда шорты считались одеждой для спортзала или пляжа, а ходить в них по улицам считалось нормальным лишь маленьким детям. Сегодня этот предмет гардероба с удовольствием носят многие девушки. Конечно, шорты никогда не станут заменять более привычные юбки, но составить им конкуренцию они вполне способны. Среди огромного многообразия вариантов этого вида одежды существуют такие модели, которые подойдут практически к любому выходу – как на прогулку, так и в офис, а также на модную вечеринку. Причем они уместны в любое время года. Летом эту стильную вещь можно сочетать с босоножками на каблуке или удобными женскими макосинами, в период межсезонья – с ботильонами, а зимой – с высокими сапогами. Шорты низковые движения не врезаются в тело. Они отлично сочетаются со многими вариантами верха, начиная от топов бюстье, заканчивая круженными блузками, а также подходят для создания образов в разных стилях. Шорты хорошо смотрятся не только на обладательницах идеальных пропорций, но и способны скрыть небольшие недочеты фигурой многих женщин, которые не могут похвастаться плоским животиком. Современные дизайнеры своими коллекциями утверждают, что женские шорты – это не только удобная одежда, но еще и красивая, а также подходящая для любых случаев. Может быть, именно поэтому они так популярны сегодня. Юлия Панкратова, Олег Писаренко, Мержан Харгиреев, ТДК 42. Лето – это время поездок за город, в том числе и лес, откуда иногда мы приносим нежданных гостей, как, например, клещей. Я уверена, что многие из наших телезрителей сталкивались с этой неприятностью, но после нашего следующего сюжета «Как избавиться от клеща» вы сразу же будете знать, что делать. Самое главное – не паниковать и не пытаться стряхнуть или выдернуть клеща рукой, так как это может привести к его разрыву. При этом головка клеща остается в коже, и вытащить ее будет крайне сложно. Очень важно не медлить, так как чем дольше укус, тем больше вероятность заражения рядом серьезных заболеваний. Нужно внимательно осмотреть место укуса и незамедлительно приступить к излечению паразита. На место, где засел клещ, необходимо капнуть масло. Это нужно для того, чтобы оно размягчило кожу, тогда вытащить клеща будет проще. Затем взять пинцет, зажать головку клеща, именно головку, так как сжимая тело, можно выдавить внутренности паразита в ранку и аккуратно, не дергая, начать вращать пинцет против часовой стрелки. Если все сделано правильно, то через несколько оборотов клещ будет полностью излечен. Место укуса протереть спиртом или йодом. Клеща нужно отвезти в лабораторию, чтобы знать, стоит ли опасаться клещевого энцефалита. А чтобы избежать укуса клеща, нужно защищать себя одеждой с длинными рукавами, заправлять брюки в носки, надевать головной убор и использовать репелленты. Многие знакомы с этой забавой. Если вдохнуть гелий из гелиевого шарика, то голос сразу же меняется. Мы решили узнать, какие механизмы происходят в человеческом организме, что мы начинаем говорить голосом из мультфильмов. Итак, дорогие друзья, все внимание на телеэкраны. Что такое человеческий голос? Это звуковые волны, которые рождаются благодаря колебаниям голосовых связок. Частота колебаний, как и тембр голоса, зависит от плотности среды. А поскольку гелий имеет плотность значительно меньшую, чем у воздуха, он сжимает голосовые связки, заставляя их колебаться с более высокой частотой. Поэтому после вдыхания газа мы можем слышать писклявый, как у мышки, и одновременно смешной голосок. В целом данное развлечение можно считать безопасным, ведь вместе с газом в организм попадает кислород. Более того, распознать человека, надышавшегося гелием, трудно, за исключением того момента, когда он начнет говорить. Да и сам газ на вкус узнать невозможно. Он не имеет ни вкуса, ни запаха. Тем не менее, от него могут возникнуть побочные явления, среди которых тошнота, головокружение, затрудненное дыхание. Между тем, если на время поместить человека в камеру, наполненную только гелием, спустя некоторое время он задохнется. Но от одного шарика с вами ничего не случится. Юлия Панкратова, Олег Писаренко, Межах Шердерейб, ПДК 42. И в завершении нашей программы последние несколько минут мы решили уделить полезным советам. Уверена, что у этой рубрики уже нашлась своя аудитория, которая каждый день черпает из нее много нового, интересного и, конечно же, полезного. Поэтому через несколько мгновений полезные советы специально для вас. Как отмыть пальцы от суперклея? Очень просто. Опустите проблемный палец в воду, затем в соль. Затем еще немного намочите палец. И снова в соль. Втирайте соль в палец в течение одной минуты. И должна образоваться белая пленка, которую просто вы смываете водой. И от клея не остается и следа. Каждая хозяйка знает, что на губке, которой мы моем посуду, остаются микробы. Как от них избавиться? Каждый вечер, ну, перед тем, как вы идете спать, намочите губку. И положите в микроволновку на 30 секунд. 100% убивание микробов. И будьте осторожны, губка после микроволновки горячая. Масленку от сливочного масла лучше всего вымывать кипятком. Кипяток полностью растворяет и растапливает масло. И в большинстве случаев вам даже не придется использовать средства для мытья посуды. Чтобы избавиться от жвачки, которая прилипла к ткани или к одежде, сбрызните ее лаком для волос. Дождитесь, пока высохнет, и можете спокойно ее удалить. Ну что ж, дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Напомню, что сегодня на календаре 16 июня-понедельник. И сегодня Всемирный день мотоциклиста празднует все любители двухколесных друзей. Мы сердечно их поздравляем и желаем успехов на дороге. Всем отличного настроения, хорошего понедельника и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Медленно часы разрезают ночь, утром не придется в сне помочь. Каждый новый день оставляет тень от нашей любви. Не хватает слов, не хватает ног, рассказать тебе тонча поет. Тонкая струна, рваная душа, ты просто поверь! Смотрю я, смотрю в твоих глазах, в пустые земла, ищу в них отраженья. Знаю, что любовь давно ушла, и в мире истекла. Ищу в твоих глазах, ищу в пустые земли, ищу в них отраженья. Ищу в пустые земли, ищу в пустые земли, ищу в пустые земли. Ищу в пустые земли, ищу в пустые земли, ищу в них отраженья. Знаю, что любовь давно ушла, и в мире истекла. Ищу в пустые земли, 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 и Спасибо. Спасибо.